А еще раз добрый день всем, кто остался с нами. И всем, кто только что примкнул к нашим рядам. В студии по-прежнему Артем Фирсов и Татьяна Максимова. И следующие полчаса мы посвятим работе, а точнее трудовым отношениям. Смотрите далее. Сезонная занятость. Особенности и преимущества временного трудоустройства. Впереди летний сезон. Для многих горячая пора заработков. Ну или пора отдыха, интересных поездок куда-нибудь на море, за границу. А ты, кстати, не думал, Артем, что такой отдых за границей можно совместить и с работой? Ну а как же. Всегда с завистью смотришь на тех загорелых ребят, которые работают в отеле где-нибудь в Турции или Таиланде. А мы специально подобрали несколько видов сезонных работ за рубежом, актуальных летом 2019 года. Набор уже идет. Варианты разнообразные. Важно наличие действующего загранпаспорта. Остальное оформление работодатель берет на себя. По крайней мере, судя по объявлениям. Итак, на какую сезонную работу можно устроиться за границей? Давайте посмотрим. Больше всего вакансий в сфере гостиничного бизнеса. Например, в отеле Болгарии требуются горничные и официанты. Зарплата 400 евро в месяц. Столько же можно заработать в Турции, если устроиться детским или спортивным аниматором. В Эстонии набирают группы для покоса травы и озеленения. Платить за месяц такого труда готово 800 евро. Финляндия зовет на сбор клубники. Оплата зависит от результата, но минимальный доход в 1000 евро работодатель гарантирует. Такую же приличную сумму можно заработать в Чехии, если поехать летом на сбор огурцов и перцев или на выращивание хмеля. В Южной Корее и вовсе сногсшибательный гонорар. Если верить предложениям, за работу, связанную с выходом в море, можно получить 2000 евро в месяц. Варианты? Отличные варианты, но все-таки на сезонную работу за границу сможет поехать не каждый. У кого-то нет загранпаспорта и нет возможности или желания его оформлять. А кто-то просто боится, не знает языков. Да мало ли что. Ну ничего страшного, подзаработать летом можно и в родном городе или регионе. Только нужно быть подкованным в этом вопросе, чтобы избежать разочарований или даже обмана. Слышали такую фразу? Временная работа. Это как брак по расчету. А значит требует документального оформления. Как правильно оформить такие временные трудовые отношения, спросим у нашего гостя в студии. Встречайте юрист Лидия Гончарова. Лидия, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Давайте сразу, вот есть такой стереотип, что временная работа это подработка для студентов, либо для неквалифицированных рабочих, которые что-то временно для себя ищут. Это миф или правда? Нет, я все-таки с вами соглашусь, что это все-таки стереотип больше и больше миф. Так как временные рабочие и сезонные рабочие привлекаются также и с профессиональным достаточно большим багажом. Мне кажется, это более такая вынужденная мера у работодателя привлекать данных сотрудников. Как раз таки ввиду того, что квалифицированные кадры ушли в декретный отпуск, да, то есть, либо временно отсутствуют по закрепленным законодательствам гарантиям. Поэтому и такая вынужденная мера у работодателя привлечь временного сотрудника, да. Высокой квалификации, да? Да, в том числе и с высокой квалификацией, да. Конечно, неквалифицированные кадры тоже привлекаются к данным работам. Это студенты, люди пенсионного возраста, но это скорее в общей массе, скажем так. Поэтому, да, это действительно миф, я с вами соглашусь. А в каких случаях организациям могут потребоваться временные рабочие? Это достаточно большой спектр, он закреплен трудовым законодательством, да, то есть, он, конечно же, очень четко ограничен, и там все указано. То есть, это временное отсутствие основного работника, да, опять же, по каким-то закрепленным причинам, законодательствам. Это какой-то небольшой объем, который необходимо выполнить работодателю, но это не совпадает с основной его деятельностью, да, то есть, какие-то временные работы необходимо выполнить, да. То есть дополнительный объем работ, который появился, но он также ограничен каким-либо контрактом, договором, то есть необходимо его выполнить, но также есть срок окончания. Какие-то новые проекты, да, временные? Да, новые проекты, да, то есть какие-то работы, которые ограничены временем, либо сезоном. Все понятно. Давайте поговорим тогда о плюсах для самого работника. Кому подойдет такой вариант временного трудоустройства? Ну, опять же, повторюсь, к примеру, можно привести такой случай, что студенты, да, то есть не все на каникулах выбирают отдых, да, и какие-то поездки в теплые края. То есть для кого-то это действительно возможность заработать в это время, а у работодателя появляется жесткая необходимость ввиду сезонности работ быстро и качественно выполнить какой-то объем работ. То есть нужны, грубо говоря, дополнительные руки. То есть это студенты, мамы в декрете, люди пенсионного возраста. Я даже знаю еще одну категорию, например, вот у меня брат, потому что дети маленькие, и сейчас его жена ухаживает за детьми, он работает один, поэтому свой отпуск тоже устраивается. Да, вынужден потратить, да, на дополнительный заработок, скажем так, да, то есть это все допустимо, потому что если мы говорим о сезонном характере работы, да, то работодателям нужны дополнительные руки. И тут бывает, квалификация совершенно не имеет значения, а больше, скажем так, количество кадров. Его нужно срочно увеличивать. Вот это такая... Ну вот, например, смотрите, девочки, вот дворник у меня во дворе ушел в отпуск, да, но особая квалификация не нужна, да, то есть человек должен... Но дворник нужен. Да, дворник нужен, но он должен, опять-таки, понимать, как метло ему, на сколько градусов по синусоиде работать и хорошо. Хорошо. Лида, я хотел бы, вот, чтобы мы уточнили для наших слушателей все-таки разницу между вот сезонной работой, да, и временной, чтобы мы понимали как раз по терминологии, потому что для юристов это ключевая, наверное, сторона, да, различий. Конечно, конечно, да, то есть временные работы, они не могут быть продолжительностью более двух месяцев, то есть мы сразу понимаем, если нас принимают на временные работы, то продолжительность не будет больше двух месяцев. Если это сезонный характер работ, то будет привязка к какому-то определенному периоду, к сезону, и там срок работ может достигать до шести месяцев и более. Это уже будет зависеть от вида сезонности работ, потому что перечень очень жестко тоже установлен, очень часто работодатели путают сезонность, да, то есть там есть четкий регламент, есть четкие перечни профессий, да, и работ. Что сезонное, да? Да, что нельзя. А вот, например, да, можете привести, чтобы мы поняли сейчас разницу, что, например, сезонное? Например, несмотря на специфику деятельности, продавца мороженого нельзя привлечь к сезонным работам, да, несмотря на то, что действительно потребность выше именно в летний период времени, но этот вид деятельности не включен в данный перечень, и нужно будет заключать все-таки договор на общих трудовых основаниях. Или для полярников, когда ночная работа. Сезонное, например, что, да? Сезонное – это больше аграрные какие-то виды, да, то есть посадка урожая, сбор урожая, где-то рыболовство, производство мяса, молока, то есть там это действительно привязано к сезонным работам. Анимационные работы за границей? Ну да, то есть вы указали в профайле, да, что какие-то туристического характера услуги тоже можно будет к этому ответить. Все понятно. Об особенностях временного трудоустройства мы продолжим говорить через несколько секунд, и далее разберемся, как правильно оформить трудовые отношения с работодателем. Смотрите далее. Сезонная работа. Как оформить трудовые отношения. Дорогие друзья, добрый день. Сегодня мы говорим о сезонной работе, и сейчас вместе с юристом Лидией Гончаровой будем разбираться, как правильно оформить временные трудовые отношения. Итак, уважаемые телезрители, если вы устраиваетесь на временную работу, обязательно заключите срочный трудовой договор. Подписывайте договор только после получения всех разъяснений, да, и уточнений. Да. Вот расскажите, как оформить. Он же стандартный договор, правильно? Человек приходит на такую временную работу, он стандартный. Вы знаете, как раз-таки, если трудовой договор срочный, он не совсем стандартный. Он так называется. То есть если мы устраиваемся на временную работу, это называется срочный трудовой договор. Да. Он так квалифицируется по трудовому кодексу, но не обязательно в названии документа вы увидите отметку, что он именно срочный. Ну, может быть, называется просто трудовой договор, но содержать определенные условия в пунктах, да. То есть там обязательно должен быть указан крайний срок выполнения работ, либо привязка к какому-то контракту, либо договору, по окончанию которого трудовые отношения будут прекращены. То есть главный пункт – это начало и окончание. Да, все верно. А если это сезон, тоже прописано, что вот до такого срока? Или до окончания сезона написано? К сожалению, не по всем критериям, не по всем работам можно указать крайний срок, да. То есть допускается неуказание, да, срока, но обязательно должен быть указан момент, когда прекращаются трудовые отношения. То есть, я говорю, опять же, либо это заканчивается какой-то контракт у работодателя с какой-то определенной организацией, да, либо какой-то временной промежуток, который можно было бы четко квалифицировать как окончание трудовых отношений. Так, что еще, какие пункты обязательно должны быть в договоре, и мы должны внимательно их изучить? Обязательно должно быть указан график работ, место работы, да, то есть четко должна прослеживаться оплата труда, да, то есть даты оплаты труда, стоимость, да, то есть услуг по договору, то есть это все должно быть четко закреплено. А там должна быть прописана оплата, что мы на руки получаем, или общая, и с этой суммы еще налог пойдет? Как должно быть в договоре? Допускается указание общей суммы, да, но также работодатели, бывает, расшифровывают все районные коэффициенты, все налоги, которые будут уплачены, то есть это допускается, то есть и такая формулировка, и такая формулировка, но обязательно должна быть указана полная сумма, конечно, которую получит работник на руки. А вот знаете, вот к условиям оплаты труда, вот, допустим, сезонный работник, он может рассчитывать на какие-то дополнительные выплаты, которые будут происходить в организации? Конечно, если трудовым договором, либо какими-то коллективными договорами, либо локальными нормативными актами, да, работникам на данном предприятии положены какие-то доп. выплаты, то данный работник, конечно, также имеет право на них претендовать. Несмотря на то, что эта сумма не указана в оплате, да? Конечно, да. Хорошо, а что касается испытательного срока для временного работника? Тут законодатель немного разделяет, если мы говорим о временных работниках, то к ним испытательный срок не применяется. Если мы говорим о сезонных работах, то там испытательный срок может доходить до двух недель, если период работы сезонной достигает до шести месяцев. Из них две недели вполне могут быть испытательным сроком, да? Да, да. Но опять же, если этого указания нет в трудовом договоре, то считается, что работник принят на работу без испытательного срока, то есть это обязательно должно быть указано в самом трудовом договоре. У меня сейчас будет очень интересный вопрос. Ну, я так считаю. Потому что для меня он внутри сам по себе как бы не увязывается. Я сейчас говорю про оплачиваемый отпуск для сезонных рабочих. Потому что, ну, как мне кажется, если мы говорим о том, что ограничение там полгода, в обычных организациях, если я на постояночке работаю, я вроде как должен проработать как минимум полгода, да, чтобы перетендовать на отпуск, а лучше год для работодателя. Что здесь? Могу ли я рассчитывать, как вот с сезонной рабочей? Я сезонный рабочий. Вот могу ли рассчитывать на отпускные и отпуск? Да, конечно. Тут законодатель также позаботился о данном виде договора. И вам будет закреплен отпуск за вами из расчета 2 дня за каждый месяц работы. То есть мы понимаем, что за каждый проработанный месяц работнику положено либо 2 дня отдыха, либо по истечению данного трудового договора им будет получено выходное пособие, да, то есть за неиспользованный отпуск. Вот таким образом все-таки сезонные рабочие также защищены законодательством. Хорошо. А вот еще что касается сезонных работников. Если он впервые устраивается на работу, должны ли ему в этой организации завести трудовую книжку, что там еще, свидетельство, пенсионное, страховое? Конечно, да. То есть данная обязанность также закреплена заработодателем, однако не все, что вы перечислили, обязаны сделать заработодатель. То есть если у работника еще не заведена, либо утеряна, либо требуется выдать дубликат трудовой книжки, такая обязанность у работодателя возникает, либо завести новый, либо выдать дубликат. А также он обязан в течение недели оформить НИЛС, работнику, приступившему к исполнению своих обязанностей, не имеющим такого документа при приеме. Но, однако, оформление полиса ОМС на данный момент законодательством снято с работодателя, то есть это работник должен самостоятельно оформить уже в дальнейшем. Все понятно. Про отпуск понятно. А что касается больничного, может ли сезонный рабочий, работник уйти на больничный оплачиваемый? Да, конечно. Тут также у работника сохраняются все гарантии, то есть за ним закрепляется средний заработок по временной нетрудоспособности. Тут никаких отличий с обычным договором нет. У меня вот вопрос. Вот представьте себе, что я женщина, которая пришла устраиваться на какую-то... Так и видим уже это, да. Вот такая. Я работаю, работаю, срок моего договора подходит к концу, и вот в этот момент я внезапно прихожу и приношу своему работодателю справку о беременности. Ого! Во как! Тут также никоим образом данный работник не будет отличаться от работника, который принят в штат на бессрочной трудовой основе, да. То есть все гарантии за данной сотрудницей замечательной будут сохранены. Однако, опять же, есть небольшие отличия от сезонного работника и работника, принятого на временной основе, да. Если данный сотрудник был принят на рабочее место другого, да, отсутствующего сотрудника, то есть с ним будет расторгаться трудовой договор на момент выхода того сотрудника, который отсутствовал. И с этого момента, конечно, пересчета выплат, который получила данная девушка, не будет производиться. Однако, если она получает на тот момент какие-то, какие-либо выплаты, они будут прекращены. То есть будет трудовой договор расторгнут, и выплаты прекратятся с момента выхода уже постоянного сотрудника. Ну и вот такой вот еще больной вопрос, я думаю, для многих. Сезонная работа закончилась, все, но деньги не выплатили. Знаете, работодатель или частично выплатил и сказал, вот мы ждем поступления, сейчас с нами рассчитаются заказчики, и мы вам выплатим. Сколько ждем? Куда идем? И так далее. Понимаю, в чем вопрос. По трудовому законодательству вас должны рассчитать в день увольнения, да. То есть до момента увольнения за три дня работодатель вас уведомляет о предстоящем расторжении трудового договора. Получив это уведомление, далее идет подписание расторжения договора, да, записи трудовой книжки, и в день увольнения вам должны выдать полностью весь расчет и трудовую книжку на руки. Если данных мероприятий не происходит от работодателя, да, то есть необходимо обратиться к нему, выйти на диалог для начала, да. То есть если это не помогает, да, то обязательно нужно письменно фиксировать свои воли, изъявления и требования, да. Потому что очень много все ведут диалогов, разговаривают, обязательно письменно обращайтесь к работодателю. Если, опять же, никаких, нету предпринятых действий со стороны работодателя, вы имеете право обратиться в госинспекцию по труду обязательно, да, то есть в прокуратуру, ну и опять же в суд. Потому что по трудовому законодательству очень сокращенные сроки по восстановлению на рабочем месте, по взысканию выплат, поэтому необходимо все-таки понимать, готовы ли вы взыскивать данные суммы в качестве кардинальных. И не затягивать, да? Да, не затягивать. Не затягивать. Все, Лидия, спасибо большое за очень полезный разговор. Доброго вам дня. Уважаемые телезрители, а мы продолжим и дальше поговорим о том, как открыть свое дело. Если устраиваться на работу на несколько месяцев вы не считаете целесообразным, а постоянную работу по душе найти не получается, но вы полны сил и идей, открывайте свое дело. Ну да, действительно, свое дело это хорошо, но любой бизнес требует, друзья, своих вложений. Где взять на это деньги? У государства программа «Самозанятость» продолжает поддержку предпринимательства. Размер выплат по ней в Тюменской области планируют увеличить. Напомню, сумма для тех, кто собирается открыть свое дело на селе, сейчас составляет чуть более 117 тысяч рублей. Был бы стартовый капитал, а свободных ниш для потенциальных бизнесменов из глубинки предостаточно. И вот лишь несколько примеров. С первоклассниками говорят про формулы, потому что они занимаются не простой арифметикой, а ментальной. Руководитель Марина Головина раньше в доп. образовании учила детей робототехники. Когда решила открыть свой бизнес, сомнений не было. Ментальная арифметика. Во-первых, она развивает реакцию память внимания школьников. Во-вторых, такого в Ярково еще не было. Я вижу результат, я вижу, что им это нужно. И когда я получаю какие-то там хорошие отклики от родителей, которые говорят, что мы не могли считать в сентябре, сейчас мы наконец-то считаем. Это вообще мне бальзам на душу. Марина открыла бизнес в прошлом году с помощью программы «Самозанятость». Средства, а это более 117 тысяч рублей, потратила на оборудование. На эти же цели ушел грант и Дмитрия Батурина, тоже участника проекта. Он принимает заказы и монтирует пластиковые окна. Раньше работал зам директора филиала компании, которая также занималась окнами. Предприятие закрыли, а в центре занятости Дмитрию предложили открыть свой бизнес. Согласился и не прогадал. Мы здесь одни из таких крупных по продаже и установке именно нашей продукции. Поэтому это уже было наработано, уже сам, как самостоятельный руководитель. Ну и, конечно, когда на себя работаешь, поинтереснее, приятнее это все делать. Ежегодно в Ярковском районе по программе «Самозанятость» открывает свой бизнес в среднем 6 человек. После получения гранта еще некоторое время они остаются под контролем центра занятости. Стараемся выезжать, чтобы посмотреть на месте, как это все происходит. Значит, участие в этой программе, оно длится два года, обязательное участие два года. Если же закрывается гражданин до истечения этих двух лет, то, конечно, тогда ему денежные средства, которые он получит, придется вернуть. В районных центрах занятости существует вот такой перечень услуг по программе «Самозанятость». Конечно, в каждом муниципалитете он разный. Все зависит от того, какие виды деятельности востребованы на территории. Что касается Ярковского района, в этом документе 35 позиций. И вот что интересно, многие из них свободны. Ну, например, предпринимательство в части рыболовства, производство текстильной продукции или, например, оказание гостиничных услуг. Возможно, эти ниши закроют. В центры занятости снова и снова приходят селяне, готовые стать предпринимателями. Вот, друзья, это был сюжет из Ярковского района. Но программа «Самозанятость» уже не первый год работает во всех муниципальных образованиях региона. Как простые люди становятся индивидуальными предпринимателями? У всех ли получается? И что делать тем, кто тоже подумывает, а не попробовать ли? Об этом поговорим с заместителем директора центра занятости населения города Тюмени и Тюменского района Александром Кауфманом. Александр Александрович, здравствуйте, добрый день. Доброго дня. Прошу в нашу студию. Занимайте место за столиком. Мы подготовили вам определенное количество вопросов. Да, и вопрос первый. Александр Александрович, сколько человек за время действия программы «Самозанятость» уже пополнили ряды предпринимателей? Ну, необходимо отметить, что программа по «Самозанятости» действует в Тюменской области с 2012 года. Программа востребована и, значит, ежегодно по центру занятости города Тюмени и Тюменского района выходит на самозанятость порядка 90 человек. То есть нетрудно посчитать, что свыше 500 человек за эти годы, значит, вышли у нас на самозанятость. И небольшая поправочка. С 1 января 2019 года сумма, значит, финансовой помощи увеличена, и сейчас она составляет 192 тысячи рублей. Ух, на самом деле очень хороший вариант. Сан Саныч, у меня вот вопрос, чтобы мы сразу же для наших зрителей неким образом статистику могли сообщить. Процент тех людей, кто воспользовался, да, возможностью и правом, и развил свой бизнес, и те, кто воспользовался, и отошел от дел. Есть какая тут такая статистика? Есть статистика. Буквально последний срез мы делали в марте месяце, и из 100%, значит, свое дело продолжают 65%. Отличная цифра. Неплохо. Отличная цифра, да. Хорошо. А какие самые востребованные направления сейчас по этой программе? Как правило, самые востребованные направления – это сфера обслуживания, открытие, значит, отелей, парикмахерских, дальше идет сфера услуг, то есть оказание различных услуг юридических, бухгалтерских, кадастровых, ну и меньше, значит, это, собственно, производство и строительство. А вот подскажите, в этом плане есть какие-то экзотические виды, да, когда люди говорят, я хочу создать свою кухню, в которой будут, ну, я не знаю, там, супер-язычки каких-нибудь там попугайчиков? Ну, я бы так не назвал экзотические, но я бы назвал так, редкие виды деятельности. Буквально вот по марту месяцу у нас было два бизнес-проекта, которые действительно редки. Например, открытие салона по растяжке тела с использованием древнерусского, значит, инструмента, то есть. И, или, например, изготовление сока из проростков пшеницы, ну, таких вот направлений я не припоминаю, значит, чтобы раньше были. Я понимаю, если бы с березовым соком, да, такая картина была, тут у нас... Ну, что только не придумают. Хорошо, Александр Александрович, а вот если сейчас из наших телезрителей кто-то подумывает, расскажите, как стать участником программы? И еще вот важное уточнение. От каких ошибок, может быть, вы предостережете потенциальных участников программы? Ну, для того, чтобы стать участником, значит, этой программы, значит, это вообще программа, значит, рассчитана для безработных граждан. Также тех, для кого, так сказать, проблематично подборы подходящих вариантов работы. Если, значит, такие моменты, так сказать, есть, то мы гражданам предлагаем, так сказать, выйти на самозанятость. Поэтому еще раз, значит, граждане должны быть признаны, установлены законом порядки безработными и иметь какую-то, ну, скажем так, коммерческую жилку. А какие ошибки такие вот? Ну, ошибки, значит, я бы назвал их так, значит, что при участии в этой программе, все-таки, помимо, так сказать, получения каких-то вправ, то есть финансовой помощи, есть определенные обязательства. Обязательства, значит, следующего порядка. После, так сказать, защиты бизнес-плана в течение трех месяцев граждане должны приобрести необходимое оборудование и отчитаться в центре занятости. Значит, ну, понятно, что это деньги все, так сказать, бюджетные, за ними идет строгий контроль. И если, значит, возникают какие-то вопросы, то, значит, появляются, значит, обязательства по взысканию с граждан, так сказать, этих сумм, то есть полностью или частично. Поэтому граждан, я бы предупредил, что, значит, нужно несколько раз подумать, да, значит, имеет ли смысл вам участвовать в этих программах, значит, и если, так сказать, да, то нужно соблюдать все условия. Спасибо большое, Александр Александрович, за подробное разъяснение. Я думаю, что, я уверена, что нашим зрителям это было полезно. Всего вам доброго. До свидания. Пусть заявляют. Друзья, час пролетел, как всегда, молниеносно, а все потому, что было, мне кажется, нам очень интересно. Да, мы обсудили классный фильм для детей «Бегство рогатых викингов», который точно стоит посмотреть. И рассказали, как избежать неприятностей, если вы решили найти для себя временную работу. А сейчас пришло время прощаться и пожелать вам доброго дня. Тюмень, пока-пока. Добрый день, Тюмень. Добрый день, Тюмень.